21 февраля обособленному подразделению «Атомремонт-сервис» исполняется 20 лет. А это означает, что уже 20 лет «Арс» эффективно выполняет сложные и не только регламентные работы по проектированию, монтажу, ремонту, реконструкции и модернизации атомных станций Украины. Накануне юбилея мы встретились с директором «Арса» Виталием Анатольевичем Шикуном. Виталий Анатольевич, с наступающим юбилеем! Я понимаю, что не все это время вы были директором, но тем не менее, наверное, историю «Атомремонт-сервиса» вы помните и знаете. Давайте коротко вспомним, с чего начинался «Атомремонт-сервис». Я знаю, что не очень просто все было. Как вы сказали, не очень просто. Начиналось все, возможно, даже с того печального события, что 15 декабря 2020 года до этого было принято решение, а 15 декабря 2020 года был остановлен блок номер 3. И, скажем так, Чернобыльская атомная станция, как ни прискорбно, перестала быть генерирующей атомной электронической станции. Кто, в первую очередь, перестал быть сильно нужен? Ремонтный персонал. Для того, чтобы сохранить высокофолифицированный персонал, у которого довольно большой опыт было и продление эксплуатации блоком номер 3, прошли длительные ремонты, было принято решение на Экендаргатоме создать обособленное подразделение, в первую очередь для защиты и социальной защиты этого персонала, да и как градообразующее предприятие, одно из будущих градообразующих предприятий города Славович. Так, 21 февраля 2001 года было зарегистрировано обособленное подразделение «Атомремонт-сервис». И с этого дня мы отсчитываем свою историю создания. Первые года сказать, что это было трудно, это ничего не сказать. У нас не хватало, возможно, опыта работы на реакторах ВВР-1000, потому что все-таки мы имели опыт РБМК-1000 наш. Плюс в первые годы не хватало того квалифицированного персонала в полном объеме. Не хватало даже, реально, какого-то специализированного инструмента, оснастки. Более, плюс конкуренция с энергоремонтными предприятиями, которые тоже были загружены работой. Было много сторонних организаций, которыми мы, скажем так, начинали мешать жить, возможно, хорошо. Но все это мы пережили. Первых 4-5 лет были очень сложных. Было становление нашего коллектива, того костяка персонала, который сейчас продолжает работать. В те первые дни нас было чуть более 500 человек. Если на сегодняшний день это штатное расписание «Атомремонт-сервиса» – 911. То есть практически вдвое стало больше. И вот по истечении 20 лет, сложно сказать, какие были вехи – 5, 10, 15, 20 лет. Каждый год был по-своему сложен, какие-то новые появлялись задачи. Но мы своим коллективом старались всегда идти на развитие. Что не умели, учились. Старались предлагать свою работу значительно лучше или качественней, более короткие сроки против тех, кто были нашими конкурентами. И как результат, на сегодняшний день «Атомремонт-сервис» занял свою очень существенную нишу в ремонтном направлении на «Экоэнергоатома». И по многим вопросам у нас на сегодняшний день нет конкурентов. Не только в ремонте оборудования, но и в разработке всевозможной ремонтно-технологической документации, в исследованиях, в диагностике оборудования, в контроле металлов, в подготовке персонала. Ну и новые развития – это все, что связано с ядерным топливом. Так что 20 лет – вроде бы это один миг, но в то же время это длинный, трудный путь, который наш коллектив, я с гордостью говорю, считаю, что мы прошли его достойно. Как говорят, есть что вспомнить, да? Ну, давайте мы, наверное, не будем останавливаться на всей истории, на ежегодной, хотя я так понимаю, что вам есть о каждом году что рассказать. Был сложный прошлый год, пандемийный год, который мешал практически всем предприятиям. Вот, может быть, небольшие итоги прошлого года. Год был сложным, но и в то же время довольно плодотворным для нашего предприятия. Производственный план выполнен на сто три процента. И несмотря на те условия, которые создавала пандемия, особенно в первую половину года, когда все привыкали жить и работать в условиях карантинных ограничений, невозможно выполнить ремонт атомного блока, находясь дома на самоизоляции или на удаленном доступе. Мы смогли организовать так работу нашего персонала в условиях непроживания, чтобы максимально снизить, может быть, и контакты, но при этом ни в коем случае это не должно было повлиять на ремонтные работы, которые в конечном итоге влияют на энергоблоки, на безопасность во время пуски, после ремонта атомных блоков Украины. Был период, когда персонал длинными колоннами, микроавтобусами, легковыми автомобилями двигался к атомным площадкам, потому что электрички не ходили, поезда нет, автобусами нельзя было двигаться. Но это настолько возможно, мы делаем выводы, настолько закалило, что показалось, что мы можем в этих условиях тоже выживать. А все производственные задачи, которые были поставлены в 2020 году, они были все решены. Был выполнен коллективный договор, что я считаю, что немаловажным фактором в наше время. Краткая статистика, за 2020 год уровень заработной платы в атомремонт-сервисе и в НЭК и Наргатами вырос почти на 30% средняя заработная плата. Не каждая отрасль или предприятие может этим похвастаться. Несмотря на те трудности, которые, вы знаете, еще есть и с оплатой за отпущенную электрическую энергию и в атомной генерации, и в остальных видах генерации, у нас не задерживалась заработная плата, она выплачивалась вовремя, в срок, и за первую половину, и за вторую половину. У нас достойно было премии к Дню энергетика, это почти два оклада. То есть в этом плане по удовлетворению, или скажем, потребностей персонала которые потом ответственно относятся к выполнению работ, мы смогли достичь довольно высоких широт. Также очень хотелось бы отметить персонал электротехнического цеха ЦРЭТа, который выполнял за прошлый год два капитальных ремонта генераторов с полной заменой обмотки по блоку номер один и с поднятием верхнего слоя стержней с их последующим восстановлением. Это сложнейшие технологические работы, которые выполняются круглые сутки на протяжении трех-четырех месяцев. И в этом году для того, чтобы блок номер два Хмельницкой станции вовремя пустить, как оказалось в последующем, задача была на месяц раньше, и на сегодняшний день, 15 числа, энергоблок номер два был подключен к сети. Ряд персонала, более 20 человек, новогоднюю ночь провели на рабочих местах. О чем эта сложность? Очень бы хотелось бы отметить направление инженерно-технического центра по разработке документации, по диагностике оборудования. Ихние работы стали для компаний просто незаменимы, и многие из них не имеют даже аналогов персонала, который выполняет эти работы не только в Найкинаргатаме, но и в Украине. Также хотелось бы отметить цех огнезащитных покрытий, персонал которого в последние годы все больше расширил работу по выполнению работ на высоте, по отделке швов, по очистке. И этот персонал высотники на сегодняшний день востребованы просто на расход между атомными станциями, мы обеспечены объемами работ, где требуется высокая квалификация, мы смогли создать такую группу. А из основных работ, которые хотелось бы отметить за прошлый год, естественно, это ремонт всего направления тепломеханического оборудования. Мы впервые в Украине заменили один из роторов турбины на южноукраинской станции, блоком номер 2, модернизированный нашим персоналом, который позволил поднять мощность атомной станции на несколько процентов отпуска электрической энергии. Мы впервые, введя в эксплуатацию наш стенд инспекции ядерного топлива, отремонтировали 20 кассет топлива Вестингаус и вернули их в работу, это сложнейшая работа, а также проводили еще две инспекции на других атомных станциях. Но одно из глобальных решений, которое было в 2020 году для развития будущего, это принятие в компании решения закрепить за атомремонт-сервисом функцию эксплуатации строящегося объекта СХАЯТ. Такие глобальные задачи наставились, я думаю, что мы достойно в 2020 году их прошли, несмотря на все трудности, все поставленные задачи были выполнены нами. Хотелось бы отметить работу всего коллектива атомного сервиса, который позволил за все эти 20 лет стать нашим предприятием мощным инженерно-техническим производственным центром в Найкенергатоме. Благодаря их работе, Атомный ремонт-сервис сегодня стоит наряду с важностью для Найкенергатома, как и атомные станции, та сложность и ответственное отношение к работам вызывает только уважение. Мне бы лично хотелось выразить благодарность всему нашему коллективу за их не самый отверженный высокопрофессиональный труд. На сегодняшний день это почти 900 человек, высокопрофессиональных, талантливых людей. Вы уже упомянули о новом направлении ЦХАЯТ. И вообще давайте остановимся на новых направлениях в работе ВПА Атомный ремонт-сервис. Новое – это, конечно, сложное, но это и интересное. Любое предприятие, которое доходит до определенного пика, если потом находится в стабильной уверенности, но не берет на себя какие-то аббициозные будущие планы, рано или поздно оно будет скатываться в дискок по законам экономики и развития. Одно из основных – это, конечно, централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое на сегодняшний день заканчивается, его окончательное строительство, скажем так, окончено, монтаж системы, оборудование, которое планируется закончиться в мае. Функция по эксплуатации ЦХАЯТ внутри компании поручена Атомремонт-сервис. Что дает, в первую очередь, АРС? АРС станет пятым обособленным подразделением на экономика Атоме, у которого будут ядерные объекты. Хранилище отработанного топлива является ядерным объектом. Сама ответственность и понимание, которое возлагается на Атомремонт-сервис, очень сложно даже передать словами. В первую очередь, это безопасная эксплуатация. Для этого на сегодняшний день у нас с сентября месяца прошлого года увеличена штатная очищенность нашего предприятия. Мы продолжаем набор специалистов. В первую очередь, специалисты Атомпроект Инжиниринга, которые занимались строительством, набирался персонал в состав Атомремонт-сервиса. Также приглашаем специалистов, которые есть у нас в городе Славутичи, которые непосредственно знают, что такое ядерное топливо и как с ним обращаться. После мая, после окончания всех работ, мы примем под эксплуатацию СХАЯТ и отработанное топливо с трех атомных станций Южноукраинская, Ровенская, Хмельницкая будут перевозиться и храниться на площадке СХАЯТ. Что дают городу? Городу дают рабочие места. 85 человек – это не конец. Это только на тот первый этап, который необходимо. Мы сейчас ведем работу в компании о дальнейшем увеличении численности этого направления, потому что задачи по ремонту оборудования мы с себя не снимаем. Это полностью новое направление. Что самое главное? Это, как уверенно, в завтрашнем дне – это развитие, это жизнь города, дополнительные рабочие места, это налоги, на которые потом в дальнейшем живет город. А с другой стороны, это большая ответственность, которую я считаю, что мы достойно пройдем при реализации этого проекта. На сегодняшний день у нас прошло инспекционное обследование Государственным комитетом ядерного регулирования, где мы подтвердили на сегодняшний день свою возможность и необходимый уровень квалификации персонала для будущей эксплуатации. Это промежуточная инспекция. 12-го числа была коллегия ГЕРУ, где внесено в лицензию, которая действующая в НЭК «Энергатами» на строительство, воду и эксплуатации, введено «Атомремонтсервис» как одну из действующих лиц по реализации данного проекта. И к моему месяцу мы должны получить отдельное разрешение на ввод, эксплуатацию и исходят. У нас точно так же еще много задач по реализации других проектов, которые связаны с ремонтом энергоблоками. Мы постоянно осваиваем новые технологии, технологии ремонта ГЦНов, технологии балансировки роторов, технологии по новым видам уплотнения, которые мы развиваем. Разработка новой нормативной документации, необходимой внутри для использования самой компании. Сейчас мы уделяем большое внимание по созданию органов сертификации персонала. Это контролеры неразрушающих методов контроля лаборатории металлов. Все компании на сегодняшний день просто проходят у нас обучение, а теперь они будут у нас сертифицироваться. Дальнейший шаг – это создание аттестационного органа по неразрушающим методам контроля, таких вещей, как корпуса реактора и другого оборудования атомных станций. То есть мы стараемся развиваться по всем видам направлений, не только выполнение работ, как в самом виде в железе, как мы говорим, а также в инженерно-технологическом оснащении, а также в инженерно-технологическом направлении. Мы уделяем очень большой вопрос на сегодняшний день по всей компании – это диагностика оборудования, которая предотвращает будущие дефекты или ремонт по техническому состоянию. Так что планов у нас очень много. Кстати сказать, что производственная программа на 2021 год подписана в полном объеме, мы уже ее второй месяц выполняем, сейчас формируется объем на 2022 год. Я понимаю, что вы рассказали только там вершину айсберга, то есть планов реально еще больше, но все это возможно только с вашим коллективом. Вот что бы вы могли пожелать своему коллективу накануне юбилея? За теми цифрами, которые звучат иногда сухими, процент производственного плана, численность, какие-то планы, задачи, которые решаются, всегда стоят люди. Это самая большая ценность нашего предприятия – это наш персонал. Не те технологии и оборудование, которые имеют, а именно люди. Люди, которые с первых дней 2001 года и по сегодняшний день, кто-то раньше пришел, кто-то позже, выполняли эту работу, чтобы атомный сервис, с кем он есть на сегодняшний день, таким и оставался. Серьезным, с большим количеством высокого профессионального персонала, которому, в принципе, возможны любые задачи по плечу. Так что огромное спасибо, уважаемые коллеги, вам за вашу работу. Ну а в канун нашего юбилея хотелось бы пожелать прежде всего крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла вашим близким, а всем нам в реализации новых проектов, как можно больше сложной, интересной работы, для того, чтобы мы не останавливались, а двигались только вперед. С наступающим праздником, нашим юбилеем, нашего Атом Ремонт Сервиса. Всего наилучшего, коллеги!